И посему очень важно, дорогие нам, всегда помнить, что Бог должен быть центральным в жизни нашей. И по этой причине христиане обращались к Богу, дабы Он благословил урожай, который Господь посылает людям. Ведь кто из нас трудился, чтобы мед получился? Никто. А кто его ест? Все. Кто трудился? Пчелы. А кто руководил этими пчелами, дал им жизнь? Бог. Мы с вами пожинаем плоды, Бог Божьего делаем. Но Господь преподает нам для того, что, вкушая эти соты, мы получаем с вами усиление, претенение силы своих. Здоровье даже получаем. И очень важно, а мы слышим, дорогие, если есть что-нибудь, а это главное, и это не главное. Главное – Бог, который сегодня износится перед вами на кресте Господнем. На кресте Господнем лежит Господь перед вами. А вы где? Мы с вами очень часто забываем, что на кресте Господнем находится Бог. И не просто Бог, а любовь. Любовь Божия к нам, грешникам, которые своими делами и законами творим только свое хотение и желание. Любовь, которая снизошла с неба, дабы каждый из нас, грешников, обретил и вовремя вечную жизнь. Любовь, которая потерпела тяготы жизни, которые мы с вами испытываем. Подумайте, зачем Творцу Вселенной эта тягота может твориться? Он же может сам круглую Вселенную создать, беду и изничтожить. Зачем? Да потому что любовь. Любовь ничего напрасно не творит. Любовь изливается на своих чад, которые непослушные и безобразные, потерявшиеся всякое достоинство. И это наши дети, которые бывают непослушные и такие же. Но мы их все равно любим. Таких Бог, любовь свою, снизу, вызывает нас милосердие свое. Он принимает решение, чтобы помочь нам. И идет на крест. И это любовь на кресте. Сын даже своим символом поражает нас. Мы его на дерево, чтобы все видели, посмотрите, он осужден. Он плохой человек. Он не такой, как мы. Ведь осужден-то за что? Не такой, как мы. Мы грешники, а он праведник. А зачем он такой? А кто из нас хочет быть праведником? Все. А кто из нас живет правильно? Живет, наверное, есть. Но праведник кто? В этом все есть и парадокс. Мы хотим жить с нами быть праведниками. Но праведниками часто не являемся. А если он является ли нас праведником? Чем заканчивается? Мы недовольны. Он чудик. Он не такой, как мы. Он говорит, и нас это все обличает. Он ничего не делает, и нас это обличает. Лучше, чтобы он был такой наш собрат. Грешник. Вот так же было со Христом. Народ говорил ему, ассанно. А сам думал, как его распять. Пытался слушать. Видите, селение чудеса. А сам думал бы, дабы ее погубить, был слишком взгутый много. Наша жизнь устойчивая, стабильная. А то еще римская власть вернется. Скажешь, что этого здесь царя себе избрали? Помышляли о земном. Благополучие, стабильность и спокойствие. А о другом не думали. Не думали, что это у нас жизнь главная в меде. Правда? И какой же главный праздник? Яблочный спас, медовый спас. Потому что надо отнести побольше макро. Почему макро, это не знаю. Но надо, потому что все освещают. А что с этим маком потом делать? Ну, с медом-то понятно. А с маком что делать? Пирожки, что ли, печь? Странная логика. А ее нет просто. Но мак принести надо. Ведь для нас главное, что это действие, а не сдержание. А сдержание тогда совершенно другое село. Мак, потому что мученики маковейские. Никакого отношения к маку они не имеют. Но мученики-то за что? Ветхозаветные мученики, ветхозаветные дохристианские, которые за веру свою истинную пострадали. Как страдали? На глазах у своей матери. И те, у Капиван, для того, чтобы соблазнить их, и мать соблазнить. Он что сказал? А давайте будем мучить на глазах у матери. Мать же любит. Согласятся. Мать сама любит, что там у нее конец. Она же хочет жить с своим детям, правда? Как мудро подумал правительство, правда? Как мы сейчас с вами точно так же воспринимаем. Детям все самое лучшее, все самое хорошее. Чтобы они всю жизнь жили. На самом-то деле. Что мы хотим детям? А там мать, это раз другая. Она сказала, детки, терпите до последнего. Только от Бога не отступите. Потому сегодня мы с вами, когда читаем Евангелие, у нас слова-то страшные. Непонятно, что же Христос такое говорит. Кто возлюбит меня больше, матери и отца с вами, тот получит. А кто возлюбит мать больше, чем я, все погубит, все. И все потеряет. Неоднократно сегодня в Евангелии мы одну тему повторяем. Нам кажется, вот это да. Как, что же Христос такое страшное говорит? Он говорит, против родителей, против родных, близких, говорит, соблазнен, горе и погибель, отродить близких своих, ваших. Казалось бы, ну как это, что же такое Христос говорит? Не может, так он будет. Мы же и так любим, а не нас так любят. Да, любят. Но только по-подски. Мы же любим своих детей, чтобы им хорошо ровно. Правда? А с косами души мы, конечно, переживаем. Ну и сидите, будьте то, что нам не нравится. Ну, для спасения совершили. Мы же к нему неблагостоверны. Посмотрите на святых. Преподобный Феодор Печерский, что он делал, какая проблема была? Мать прибежала в монастырь забирать его из монастыря. Почему? Потому что она не могла понять, как это так. Такая карьера открывается. А он с дуру пошел в монастырь. Представляете, какой он был? И таких примеров множество. Родители, в прямом смысле, препятствуют духовному росту своих детей. Почему? Потому что смотрят-то они на плоть и кровь. А не на душу. Если бы на душу смотрели бы, то, наверное, когда воспитывали бы, где-то откладывали другое. Мы тогда, когда воспитываем, что хотим? Чтобы одеть, было красиво. Чтобы нас не осудил никто на улице. Чтобы образование было чисто. А чтобы душа была у него чистая и правильная. Мы об этом думаем, конечно, но не прилагая малую силу. Потому что, когда у него какая-то правильная душа, значит, он должен жить по-христиански. А по-христиански, как может жить в песочности, когда там эти драки? Да из дачи научись. Научись грызть жизнь, побеждать всех. Дари всех, как хлопок. К сожалению, так и есть. Наши дети подобные нам, растут. Мы в жизни своих грешим, и они грешат. Мы их научаем грехов, и они грехов научатся. А спасение души, мы меньше думаем. Нет, мы хотим, конечно, чтобы нам спасло. Мы очень этого хотим. Мы там думаем, но так как сами свои души не спасают, то и не знаем, как научить детей свою. Сегодня, дорогие братья и сестры, нам износится крест, как проявление величайшей любви. Господь на кресте пострадал, и любовь к народу Божию показала. А этот крест, который износится, это крест, который стал износиться в Мерусалиме, в Коеве, в Концинопро. Для чего износится? Потому что были эпидемии в августе месяце. Знаете, что сейчас температура не будет повисок? Инфекция распространяется. И так же в Древней Миранке тоже было бы на самом деле. Эпидемии были сплошные в это время. Вспышки больших эпидемий. Потому что, чтобы остановить эпидемию, народ Божий приходил к Богу. Брали святыню, он насилил город, полагали его в храме, и он приколадывался. Эпидемия отступила. Нам кажется, это очень лечить не то сказочное. Потому что мы, что минициализован, знаем, что эпидемия – это инфекция, это микроду. Надо спирт на протирать. И спирт будет употреблять. Ну, у кого какая способность? И тогда точно ничего не будет. Нет, друзья мои. Если же хочет Бог, через спирт пройдет. Как бы мы с вами не хотели. А посылать нам эти эпидемии для вразумления наших. Народ древний знал, что когда приходит беда в том, это в начале покаяния принести Богу. Чтобы Господь отвел это не страшное беду. А у нас в течение времени клевивками не спасаемся. Клевики нас защитили. Мы умеем Бога. И больше, и больше, и меньше. Я не спорю, и больше, и больше, и больше, и больше. Большое, и больше, и больше, и больше, и больше. Беда в том, что мы защищаемся своими средствами. И потому новые, новые инфекции появляются. И с каждым годом мы от них ищем новые вакцины, пытаемся защититься. Покаяния, которые мы не приносят. Какого можно в покаянии, когда мы не хотим каяться? Так вот, древний старод каялся. И через молитву, обращенную к Богу, получали освобождение от болезни. Но не думайте, что в наше время так тоже происходило. У нас было прекрасно при нашем городе, когда у нас было эпидемия гриппа, и предложили провести крестный ход. Но так как взрослые не хотят к ним на крестный ход, у нас и не было, когда он был крестный ход. Вы знаете, да? Вот у нас был праздник крещения Руси 28-го числа. Вышло, и люди, да, приезжих было две трети, а на тридцать не осталось. Ну, шесть утра, понимаете, что это. Кому нужна эта молитва? Кому нужна, кто-то посидит. У нас каждую пятницу крестный ход проводится. В ноте много приходят. Ну, кому-то надо, кто-то посидит. Крестный ход домашний, это же походная молитва, правда? А зачем молиться, когда можно дома сидеть? Я так не могу поспать. Зачем? Зачем свидетелям освещать молитвой двукратно-то? Это же ненужная вещь. Если вы так много людей не понимаете, то в чем. Ну, конечно, давайте вообще ничего не говорим. Давайте не воздыхать Богу никак. Давайте все пускать на самотерку. Потому что жизнь наша такая становится. Рутина тяжелая, грязная, бессмысленная, бесполезная. Так вот, у нас был такой крестный ход против гриба. И пошли на нем дети. Дети пошли, маленькие. Детский крестный ход. Каникулы, зимние. Потому что другого времени не было. Ну, и как дети много пройти не могут, им по кусочку дали. В этот день по кусочек один пройдете, в следующий другой пройдете. Прибежали врачи, начали кричать, нельзя, вы что, собираться гриппом. Как же они собираться, нужно вылезать. Это же свежий воздух. Написано, пропилактор, который вылезает гриппом. Прогулка на свежем воздухе. А если с молитвой так писать, то вообще хорошо. Самое интересное, дети прошли, грипп прошел. Можно сказать, что случается. Потому что там воздух, там всякие. Эпидемические вспышки, друзья мои. У нас все везде, кто-то слышит. Веры у нас нет. Потому и вспышки. Так вот сегодня крест там наносится. А мы мед видим. Мы за медом толкаемся. Ну, как же, мы баночку заберем. Представляете, какая страшная прикрепка. Я-то баночку купил. А ее кто-то заберет. То есть, слава Богу, уже заберет. Слушайте, это же милость мне ваша. Это же радость должна быть какая, что мы баночку забрали. Еще же так трясетесь за нее. Ничего, что спиной к кресту. Крест подождет. Он там, говорят, будет. Главное мед забрать. Вот так мы сказали, что Бога, дорогие братья и сестры. И жертвы. А сегодня у нас есть возможность при пасеке к кресту. Бога любви, который только перед нами лежит. И подумайте, почему с вами Александр и полная жизнь. И кто для нас важнее? Мат, отец, сын и дочь. Мед, вода, свечи. Или Христос. Это у нас в кресте от подпорта. Поэтому преподайте и молитесь к Богу. Спасибо.